всем привет привет праздники новый год а дела никто не отменял вот такая вот у меня сегодня будет мега огромная гора глажки перегладить нужно одежду плюс еще сейчас донесу постельное белье буду сейчас гладить здесь включили мы с димой смотрим один дома новогоднее кино наша любимая с нашего детства так сейчас буду гладить и смотреть новогоднее кино ну что присоединяемся к мотивации глажки белья и space no one а и и и и и и и и сегодня хотел с вами поговорить на такую тему каких смотрю я блогеров да я тоже как и все смотрю блогеров но немножечко начну с предисловия когда я открывал свой канал у нас было такое кто примерно мое время открывал те знают что такое как мы набирали тысячу первую как мы все проходили по взаимкам в общем-то приходилось смотреть хочешь ты или не хочешь тебе приходилось смотреть те или иные ролики те или иные форматы но спустя год может быть чуть больше и просто все отпустил эту всю ситуацию я полностью отказался от взаимщиков от этих просмотров потому что я поняла что не нравится мне эти просмотры мне эти видео они не по моей душе то рыбалка то охота там любят про технику но это не мое я не хочу это смотреть поэтому я прекратила ходить по взаимкам и смотреть то и смотри да то что мне не интересно поэтому мой канал стал на полгода в ступор то есть он стоял у меня в ступоре мертвы на одной точке Ну и самых крупных каналов, которые я смотрю, которые я люблю смотреть. Это один, наверное, единственный канал. Это Деревенька под утесом. Просто обожаю его смотреть. Конечно, никогда не пишу комментарий, но не пропуская ни один выпуск. Подсела на этот канал я буквально прям недавно, может быть, месяц или два, не знаю, прям совсем недавно, где-то в ленте он мне попался. Я зашла, посмотрела. Да, там большой уже канал, больше 100 тысяч подписчиков. Ну, канал семейный, там молодые муж и жена, и у них доченька первоклассница, я так поняла. Смотрю недавно. Я уже не стала пересматривать все их ролики, которые предыдущие. Смотрю, которые только новые выпускаются. Вот такие каналы люблю. Вот, в принципе, я такие каналы и стала сейчас смотреть. Вот не зря ведь говорили, когда вот я только начинала, когда мы еще все были молодыми зелеными в этом деле. Мы не понимали, что такое заимщики, и что такое нужно выбирать. Тогда мне уже говорили, выбирать нужно смотреть по интересам. Заимки это все утопия, это все ваш канал ко дну подтянет, это все неинтересно, что вы будете заимщиков этих смотреть. Конечно, тогда это все не воспринималось, как нужна эта вся информация, и мы шли, как говорится, пока не наступили на грабли. Так же бывает в ленте не всегда, не все видео, но попадаются. Канал мне Олеси из Краснодара тоже. Нет-нет, бывает, поглядываю. Но не каждый влог, не каждую серию, как говорится. Это что касается крупных каналов. Виктория Элит тоже смотрела. Тоже люблю мотивации. И тоже у нее была, и смотрела ее несколько раз прям. А из мелких каналов, ну как из мелких, таких, как я, может быть, чуть больше, может быть, меньше, плюс-минус, да. Смотрю тех девочек, даже с которыми мы начинали. Это Анечка Курочкина. Всегда ее смотрю каждый влог. Правда, бывает не сразу смотрю, бывает прям на следующий день или через день. Ну, по мере возможности всегда каждый влог стараюсь посмотреть. Анечка из Сибири, многодетная семья с двумя девочками-двойняшками. И с сыночком Артемкой тоже смотрю ее. тоже не всегда получается сразу посмотреть, как выпуск, выпускает она видео, но в итоге все равно я его посмотрю. И, кстати, я от нее научилась, от Ани научилась смотреть видео на большом экране, то есть на телевизоре. И, конечно же, не пишу комментарии, потому что смотрю на экране, на большом. Также я сейчас смотрю канал Линочка. Линочка, привет! Недавно был день рождения. Тоже смотрю. Тоже она мне нравится, такая, так красиво разговаривает, у нее прям речь прям текет, так журчит, аж прям приятно слушать. Обожаю ее канал тоже. Но не всегда получается посмотреть сразу, но стараюсь смотреть каждый выпуск. Также из новеньких каналов у меня появился канал тоже Катюша Фламинго. Тоже смотрю. Тоже она мне нравится. Семья у них такая замечательная. И тоже такие влоги она снимает. И мотивашечки снимает. Тоже смотрю. Но тоже не всегда бывает, что сразу, но все-таки стараюсь посмотреть. Также Иринку Копейск смотрю. Девочки, редко кого смотрю после выпуска ролика. Но потом, попозже, все равно я его посмотрю. Татьяну Щурину смотрю тоже. У нее сейчас в последнее время коротенький шорт. Поэтому, ну, всегда смотрю. Довольно-таки часто бывают такие интересные шорты, что лайфхак какого-нибудь интересненький. Тоже смотрю. Также обязательно смотрю канал Олечки. Называется Я все могу. Поменял Оле канал. Раньше была Оля на лавочке. Теперь я все могу. Называла свой канал. Тоже всегда смотрю. Тоже мне интересен ее канал. Всегда его смотрю. Ну, и Жизнь в провинции бывает. Тоже смотрю. Но сейчас она уже стала редко-редко выпускать влоги. Смотрю прям реже-реже. Вот, девочки, знаете, вот всех каналов, которые вам назвала, они все такие вот домашние, домашние влоги, уборочка там, какая-то готовочка, покупочки. Вот такие вот девочки, вот такие вот каналы, они мне близки по духу, они мне близки, как бы, по тематике. я тоже такие же какие-то видео снимаю, какие они. И какие-то по душе они мне близки, мне кажется, хотя мы общаемся достаточно мало с некоторыми девчоночками в WhatsApp, общаемся где-то еще в соцсетях, но в основном только в YouTube, в комментариях, или так где-то что-то. Ну, не знаю, девочки мне как-то близки по духу, и мне приятно их смотреть. Как я уже сказала, не сразу после выпуска смотрю, но бывает, на следующий день даже бывает, пересмотрю, но все-таки все равно я его посмотрю, какой-то там новый выпустившийся влог. Так что вот таких вот девочки, я смотрю блогеров. Не всегда вообще получается смотреть блогеров, потому что как засядешь с монтировкой своих видео, что даже нет времени посмотреть девчонок. Поэтому это все дело, когда на работе у меня в ночь тяжелая ночка, когда мне не удается отдохнуть, я достаю телефон, включаю YouTube наушник один, чтобы одним ухом слышать отделение, другим ухом слышать девчонок, и пересматриваю их влоги. Вот такие вот девочки у меня интересная сегодня тема, каких смотрю я блогеров. Субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok Хотелось бы еще сегодня поговорить о празднике, который сейчас идет Новый год. Вообще, знаете, девочки, я заметила, что в этом году у меня Новый год вообще какой-то скучный получился, какой-то непраздничный, мне кажется. Начиная с 1 января я пошла на работу, 2 января у меня по дому какие-то были дела, какие-то были проблемы, в общем-то, что-то где-то делалось. То есть, знаете, в этом году праздники и не праздники, вроде бы отдыхай, как говорится, наслаждайся, смотри какие-то программы, какие-то старые фильмы. Ну, что-то вот все как-то не то, все как-то не это. В прошлом году, знаете, мне так классно выпало в графике, у меня прям было 6 дней выходных. То есть, я ушла с ночи, по-моему, 31 утром я домой пришла. И вот я только пошла на работу 6 января. То есть, вот с 31 декабря по 6 января я сидела дома. Вот это, конечно, был вот такой, знаете, мини-отпуск в прошлом году. Вот я и наготовила, не спеша, и отпраздновали, и по гостям походили, поездили, и под телевизором киношки все пересмотрела, вот эти все старые. И музыкально здесь все программы пересмотрела. И знаете, как-то все так размеренно, как-то все так классненько, так все легко как-то было. Прям вот очень мне понравилось в прошлом году. А в этом году вот как-то вот с 1 января окунулась в работу, и толком никуда ничего, и толком и не отдыхается. То есть, знаете, мы в прошлом году даже стол в зале, мы его даже не разбирали. Мы его просто убирали, там, допустим, тарелочки, с которых мы ели, мыли их. А как скатерть лежала на столе, и стол был разложен, так он настоял, наверное, дня 3. То есть, я накрывала опять в зале на стол перед телевизором, хотя на кухне тоже есть телевизор, но в зале вроде бы как больше празднично, дойдали все салаты, все горячее. То есть, дня 3 мы не разбирали стол. В этом году, девочки, 31 на 1 числа, получается, в 2 часа ночи мы с Ваней разобрали стол, посудустью перемыла, скатертью сложили, убрали, стол протерли, разобрали стол. Все, больше этот стол не разбирался. Девочки, я в шоке. Это когда такое было со мной, чтобы вот так вот легко и просто проходил праздник, мимо меня, тем более мой любимый праздник, Новый год. Я в шоке, я сама вообще не поняла. Наверное, все потому, что я 1 января, как я уже сказала, окунула сразу в работу, вышла на смену в день, до 7 часов вечера проработала на работе. Уже, получается, 1 января и не 1 января вроде как. Пришла домой тоже без ног, без рук, уставшая. Ну и как бы уже что, они уже все покушали, да я и сама вроде уже не голодная, уже и не стали стол накрывать. Ну и все, так вот мы и не накрывали, и второе, и третье, и четвертое. Все, мы уже, все, праздник для нас уже прошел, для меня, по крайней мере. Конечно, если бы я захотела, если бы я только, как говорится, сказала бы, давайте стол разберем. Дети только рады, только-только за. Давайте-ка, мама, особенно Димка у нас, любитель праздничных столов, и накрыть, и постелить скатерть красивую. Все это он любит. Ну как-то, девочки, я сама прям, знаете, прям даже вот сейчас вот оглядываюсь назад, блин, Новый год-то пролетело, я даже и не поняла. Я даже и не успела прочувствовать, что был Новый год, что Новый год обычно празднуется прям несколько дней. В этом году что-то как-то все у меня было сухо, скучно, ну как-то так простенько, как-то так нелегко. Обычно легче, интереснее. В этом году что-то как-то, девочки, мне не очень-то понравился мой Новый год. Девочки, обязательно напишите в комментариях, как для вас в этом году прошел Новый год, так же классно, как и всегда, или как-то по-другому. Обязательно пишите, мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Так, ну пока я тут с вами болтала, тут уже все вещи, всю одежду, все постельное белье я перегладила, уже остались одни Владюшины джинсы, тут уж я ему говорю, Владюша, давай-ка сам, уже взрослый мальчик, давай-ка сам разглажу свои джинсы. Ну я им, правда, их сама вывернула, разложила, как гладить, и вот он сам тут стоял, разглаживал, наглаживал. Мы тут включили с Димкой кино «Один дома», ну не по интернету, по первому каналу, по-моему, шел этот фильм, шел, и вот мы смотрели «Все семью один дома», там за кадром на диване у нас Ваня лежит, отдыхает, тут Владюша гладит, Димка там что-то насается, я там где-то что-то тоже делами занимаюсь, и все вместе, я слушаю, они смотрят кино «Один дома». Вот Владюшу я уже давно приучала гладить свои школьные вещи, когда еще он носил брюки со складками, это со стрелками, точнее со складками, это было еще ого-го сколько лет назад, он уже у меня давно отказался от таких брюк, покупаем чисто классико джинсы, он носит в школу черного цвета, ну как я его научила самогладить, так он меня в основном самогладит, свои джинсы, рубашку где-то, ему если погладить, я поглажу сама футболку, погладить он может и сам. Вот он у меня окончательно погладил свои джинсы, на этом сегодня моя огромнейшая просто гора глажки переглажена, наконец-то я ее победила, вот опять-таки девочки, праздники новогодние, а у меня работа нескончаемая. Все, вешаю все на плечики, и все развешиваю на свою новую напольную вешалку. Девочки, какая я довольна эта вешалка, это просто что-то с чем-то, какая я была дура, почему я не заказала эту вешалку раньше, Ваня. Вообще-то такая, девочки, вещь классная, я просто ее обожаю. И дети теперь все знают, где что искать, где что висит, и куда что нужно вешать. Так, ну что, здесь я уже убираю постельное белье, наглаженное в шкаф. В принципе и все. На сегодня мое видео будет заканчиваться. С вами о многом поболтала, много чего порассуждала, и за это время успела перегладить постельное белье. Всем вам большое спасибо за внимание. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok